15 раз боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Погибших и раненых среди наших бойцов нет. Наша съемочная группа побывала в поселке Песке, неподалеку от Донецкого аэропорта. Все подробности расскажет Руслан Смещук. По грязи распутятся, на Донбассе снова дожди, мимо свежих воронок нас ведут на край Песок, одного из самых разгромленных войной поселков на востоке Украины. Передовые позиции боевиков находятся всего в нескольких сотнях метров. Даже без бинокля можно разглядеть их флаги и укрепления. Пока мы работаем на позициях, относительно тихо, лишь шум взрывов на пределе слышимости. Это минометы боевиков работают по соседним позициям, где-то в районе Авдеевки. Ну а ночью тут было неспокойно. Мы отмечали день победы на той стороне, потому что сначала мы начали наблюдать, как непонятные одиночные дела начинают двигаться с одной стороны в другую, один к другому, на посты, то есть видно, что до бліндажа подходят. После этого мы начали их простреливать, потому что они подходят довольно близко. Вот приблизительно в третьей године ночи начались незрозумимые обстрелы из миномета. Бойцы рассказывают, противник использует любое затяжье для укрепления своих позиций. Тут же на передовых позициях, на нуле, как говорят сами военные, мы встречаем необычного солдата. Это Анастасия. Она военный психолог. Ее фронт – моральный дух подразделения. Когда хлопцы выполняют боевые задачи, и после того им хочется переключиться на какие-то другие темы, мы стараемся с ними поговорить про что-то приятное. Также поддержка, потому что они уже давно не были дома. В некогда многолюдном и даже элитном поселке сейчас живет всего 12 человек. Средний возраст – 60-70 лет. Это те, кому вообще некуда и не к кому ехать. Ты мне хороша. Иди. Иди. Меня никто не заберет. Баба Соня – одна из этих 12 оставшихся. Недавно перенесла операцию на ноге. Ее оплатила одна из благотворительных организаций. Старушка каждый день вспоминает довоенные времена. До войны, что я чувствую себя более-менее. А теперь инвалид. На глаз не вижу. Нога поломана. Никто меня не защитит. Никто нигде ничего. А куда идти? Не знаю. Хозяйство побитое. Все. И корова. И бык был. В Абисоне, как и другим здесь оставшимся, помогают военные. Привозят продукты, иногда медикаменты. Без этого старикам пришлось бы совсем туго. Связь с внешним миром тут нерегулярная. Гражданские живут, как на острове, окруженном со всех сторон войной. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук.